Уважаемые слушатели, сегодня я хочу предложить Вашему вниманию доклад на чрезвычайном 8-м всесоюзном съезде Советов, на котором был рассмотрен проект Конституции Союза СССР. То есть практически прошло 86 лет с того момента, когда была принята Конституция, которая получила название Сталинской или другое ее название Социалистическая Конституция, которой руководствовалось наше Советское государство практически 40 лет. И вот с докладом на этой чрезвычайной сессии 25 ноября 1936 года выступил Иосиф Исарионович Сталин. Он и рассказал о проекте Конституции, которая была, если кто хорошо историю помнит, которая была принята вскоре после этого доклада, уже 5 декабря 1936 года, была принята съездом Советов и действовала, еще раз хочу повторить, практически 40 лет в нашей стране. Итак, на чем я хочу остановиться из этого доклада? Ну прежде всего я хочу остановиться на разделе этого доклада, который Сталин назвал «Основные особенности проекта Конституции». Здесь он говорит следующее. «Наше советское общество добилось того, что оно уже осуществило в основном социализм, создало социалистический строй, то есть осуществило то, что у марксистов называется иначе первой или низшей фазой коммунизма. Значит, у нас уже осуществлена в основном первая фаза коммунизма – социализм. Основным принципом этой фазы коммунизма является, как известно, формула «от каждого по его способностям к каждому по его труду». Таким образом, проект новой Конституции представляет собой итог пройденного пути, итог уже добытых завоеваний. Он является, стало быть, регистрацией и законодательным закреплением того, что уже добыто и завоевано на деле. В этом первая особенность проекта новой Конституции. Далее. Конституции в ужасных странах исходят обычно из убеждения о незыблемости капиталистического строя. Главную основу этих Конституций составляют принципы капитализма, его основные устои, а именно частные собственность на землю, леса, фабрики, заводы и прочие орудия и средства производства, эксплуатации человека человеком и наличие эксплуататоров и эксплуатируемых, необеспеченность трудящегося большинства на одном полюсе общества и роскошь нетрудящегося, но обеспеченного меньшинства на другом полюсе. Они опираются на эти и подобные им устои капитализма. Они их отражают, они их закрепляют в законодательном порядке. В отличие от них, проект новой Конституции СССР исходит из факта ликвидации капиталистического строя, из факта победы социалистического строя в СССР. Главную основу проекта Конституции СССР составляют принципы социализма, его основные устои, уже завоеванные и осуществленные, а именно социалистическая собственность на землю, леса, фабрики, заводы и прочие орудия и средства производства, ликвидация эксплуатации и эксплуататорских классов, ликвидация нищеты большинства и роскоши меньшинства, ликвидация безработицы, труд как обязанность и долг чести каждого работоспособного гражданина по формуле. Кто не работает, тот не ест. Право на труд, то есть право каждого гражданина на получение гарантированной работы, право на отдых, право на образование. Проект новой Конституции опирается на эти и подобные им устои социализма. Он их отражает, он их закрепляет в законодательном порядке. Такова вторая особенность проекта Конституции. Дальше. Буржуазные Конституции молчаливо исходят из предпосылки о том, что общество состоит из антагонистических классов. То есть они не выпячивают это, но молчаливо исходят, говорит Сталин. Из классов, владеющих богатством и классов, не владеющих им, что какая бы партия ни пришла к власти, государственное руководство обществом, то есть диктатура, должно принадлежать буржуазии. Что Конституция нужна для того, чтобы закрепить общественные порядки, угодные и выгодные имущим классам. В отличие от буржуазных конституций, проект Конституции СССР исходит из того, что в обществе нет уже больше антагонистических классов. Что общество состоит из двух дружественных друг к другу классов, из рабочих и христиан. Что у власти стоят эти именно трудящиеся классы. Что государственное руководство обществом, то есть диктатура, принадлежит рабочему классу, как передовому классу общества. Что Конституция нужна для того, чтобы закрепить общественные порядки, угодные и выгодные трудящимся. Такова третья особенность проекта Конституции, говорит товарищ Сталин. Дальше. Буржуазные конституции молчаливо исходят из предпосылки о том, что нации и расы не могут быть равноправными. Что есть нации полноправные и есть нации неполноправные. Что кроме того, существует еще третья категория наций и рас, например, в колониях, у которых имеется еще меньше прав, чем у неполноправных наций. Это значит, что все эти конституции в основе своей являются националистическими, то есть конституциями господствующих наций. В отличие от этих конституций, проект Конституции СССР наоборот глубоко интернационален. Он исходит из того, что все нации и расы равноправны. Он исходит из того, что разница в цвете кожи или в языке, в культурном уровне или уровне государственного развития равно как другая какая-либо разница между нациями и расами не может служить основанием для того, чтобы оправдать национальное неравноправие. Он исходит из того, что все нации и расы, независимо от их прошлого и настоящего положения, независимо от их силы или слабости, должны пользоваться одинаковыми правами во всех сферах хозяйственной, общественной, государственной и культурной жизни общества. Такова четвертая особенность проекта Конституции. Пятую особенность проекта новой Конституции составляет его последовательный и до конца выдержанный демократизм. С точки зрения демократизма буржуазные Конституции можно разбить на две группы. Одна группа Конституции прямо отрицает или сводит фактически на нет равенство прав граждан и демократические свободы. Ну, видимо, Сталин имел ввиду фашистские или авторитарные такие режимы. Другая группа Конституции охотно приемлет и даже афиширует демократические начала, но делает при этом такие оговорки и ограничения, что демократические права и свободы оказываются совершенно изуродованными. Они говорят о равных избирательных правах для всех граждан, но тут же ограничивают их оседлостью и образовательным или даже имущественным цензом. Особенность проекта Конституции СССР состоит в том, что он свободен от подобных оговорок и ограничений. Для него не существует активных или пассивных граждан, для него все граждане активны. Он не признает разницы в правах между мужчинами и женщинами, оседлыми и неоседлыми, имущими и неимущими, образованными и необразованными. Для него все граждане равны в своих правах. Не имущественное положение, не национальное происхождение, не пол, не служебное положение, а личные способности и личный труд каждого гражданина определяет его положение в обществе, в этой новой Конституции, конечно. Ну и наконец, говорит Иосиф Васильевич, еще одна особенность проекта Конституции. Буржуазные Конституции обычно ограничиваются фиксированием формальных прав граждан, не заботясь об условиях осуществления этих прав, о возможности их осуществления, о средствах их осуществления. Говорят о равенстве граждан, но забывают, что не может быть действительного равенства между хозяином и рабочим, между помещиком и крестьянином, если у первых имеется богатство и политический вес в обществе, а вторые лишены и того и другого, если первые являются эксплуататорами, а вторые эксплуатируемыми. Или еще, говорят о свободе слова, собрании и печати, но забывают, что все эти свободы могут превратиться для рабочего класса в звук пустой, если он лишен возможности иметь в своем распоряжении подходящее помещение для собраний, хорошей типографии, достаточное количество печатной бумаги и так далее. Особенность проекта Конституции состоит в том, что он не ограничивается фиксированием формальных прав граждан, а переносит центр тяжести на вопрос о гарантиях этих прав, на вопрос о средствах осуществления этих прав. Он не просто провозглашает равенство прав граждан, но и обеспечивает его законодательным закреплением факта ликвидации режима эксплуатации, факта освобождения граждан от всякой эксплуатации. Он не просто провозглашает право на труд, но и обеспечивает его законодательным закреплением факта отсутствия кризисов в советском обществе, факта уничтожения безработицы. Он не просто провозглашает демократические свободы, но и обеспечивает их в законодательном порядке известными материальными средствами. Понятно поэтому, что демократизм проекта Конституции является не обычным и общепризнанным в кавычках демократизмом вообще, а демократизмом социалистическим, говорит Иосиф Исайлович Сталин. И заключает, что вот таковые, как он считает, основные особенности проекта новой Конституции СССР. Но если сейчас вернуться к сегодняшнему времени, то, конечно, буржуазные Конституции, как они остались, как о них говорил Иосиф Исайлович, так они и существуют. И сейчас и наша Конституция Российская тоже соответствует всем тем критериям буржуазных Конституций, на которых останавливался Иосиф Исайлович Сталин. Вот что об особенности Конституции в докладе Сталина на восьмом чрезвычайном съезде я хотел остановиться. Теперь еще на одном разделе этого доклада это буржуазная критика проекта Конституции. То есть, несмотря ни на что, проект был опубликован широко, он долго обсуждался. И, естественно, накопились к съезду, к случайному съезду, на котором должна была быть принята Конституция, и отклики от буржуазных государств и от буржуазных деятелей. И на этом вопросе Сталин тоже остановился. И я думаю, что для нас сейчас тоже любопытно поговорить или послушать его, чем же недовольны были буржуазные критики, когда узнали о проекте новой Конституции СССР. Здесь Иосиф Сирионович сказал следующее. Вопрос о том, как относится к проекту Конституции иностранная буржуазная печать, представляет бесспорно интерес. Поскольку иностранная печать отражает общественное мнение различных слоев населения в буржуазных странах. Мы не можем поэтому пройти мимо той критики, которая развернула эта печать против проекта Конституции. Первые признаки реакции иностранной печати на проект Конституции выразились в определенной тенденции замолчать проект Конституции. Я имею в виду в данном случае наиболее реакционную фашистскую печать. Эта группа критиков сочла за лучшее просто замолчать проект Конституции, представить дело так, как будто проекта не было и нет его вообще в природе. Можно сказать, что замалчивание не есть критика, но это неверно. Метод замалчивания как особый способ игнорирования является также формой критики, правда глупой и смешной, но все же формой критики. Но с методом замалчивания не вышло. В конце концов, они оказались вынужденными открыть клапан и сообщить миру, что, как это ни печально, проект Конституции СССР все же существует и не только существует, но и начинает оказывать зловредное воздействие на умы. Естественно, по мнению, в Уржазии. Вторая группа критиков признает, что проект Конституции действительно существует в природе. Но она считает, что проект не представляет большого интереса, так как он является, по сути дела, не проектом Конституции, а пустой бумажкой, пустым обещанием, рассчитанным на то, чтобы сделать известный маневр и обмануть людей. Они добавляют при этом, что лучшего проекта и не мог дать СССР, так как сам СССР является не государством, а всего-навсего географическим понятием. А раз он не является государством, то и Конституцией его не может быть действительной Конституцией. Далее Иосиф Вестерленович говорит, что касается того, что Конституция СССР является будто бы пустым обещанием Потемкинской деревни, то я хотел бы сослаться на ряд установленных фактов, которые сами говорят за себя. В 17-м году народы СССР свергли буржуазию и установили диктатуру пролетариата, установили советскую власть. Это факт, а не обещание. Затем советская власть ликвидировала класс помещиков и передала христианам более 150 миллионов гектаров бывших помещичьих, казенных и монастырских земель. И это сверх тех земель, которые находились и раньше в руках христиан. Это тоже факт, а не обещание. Затем советская власть экспроприировала класс капиталистов, отобрала у них банки, заводы, железные дороги и прочие орудия и средства производства, объявила их социалистической собственностью и поставила во главе этих предприятий лучших людей рабочего класса. Это факт, а не обещание. Затем организовав промышленность и сельское хозяйство на новых социалистических началах, с новой технической базой советская власть добилась того, что ныне земледелие в СССР дает в полтора раза больше продукции, чем в довоенное время, имелось ввиду конечно Первая мировая война. Индустрия производит в семь раз больше продукции, чем в довоенное время, а народный доход вырос в четыре раза в сравнении с этим довоенным временем. Все это факты, а не обещания. Затем советская власть уничтожила безработицу, провела в жизнь право на труд, право на отдых, право на образование, обеспечила лучшие материальные и культурные условия рабочим, крестьянам и интеллигенции, обеспечила проведение жизни всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании граждан. Все это факты, а не обещания. Наконец, СССР дал проект новой Конституции, который является не обещанием, а регистрацией и законодательным закреплением этих общеизвестных фактов. регистрацией и законодательным закреплением того, что уже добыто и завоевано. Это что касается второй группы критиков. Третья группа критиков не прочь признать известные достоинства за проектом Конституции. Она считает его положительным явлением, но она, видите ли, очень сомневается, чтобы ряд его положений можно было провести в жизни, ибо она убеждена, что эти положения вообще неосуществимы и должны остаться на бумаге. Это, мягко говоря, скептики. Они, эти скептики, имеются во всех странах. Нужно сказать, что мы встречаемся с ними не впервые. Когда большевики брали власть в 17-м году, скептики говорили, большевики, пожалуй, неплохие люди, но с властью у них дело не пойдет, они провалятся. На деле, однако, оказалось, что провалились не большевики, а скептики. Во время гражданской войны и иностранной интервенции эта группа скептиков говорила, советская власть, конечно, вещь неплохая, но Деникин с Колчаком плюс иностранцы, пожалуй, одолеют ее. На деле, однако, оказалось, что скептики и здесь просчитались. Когда советская власть опубликовала первый пятилетний план, скептики опять выступили на сцену, говоря, пятилетка, конечно, дело хорошее, но она едва ли осуществима. Надо полагать, что у большевиков с пятилеткой дело не выйдет. Факты, однако, показали, что скептикам опять не повезло. Пятилетний план был осуществлен четыре года. То же самое надо сказать о проекте новой конституции и ее критике со стороны скептиков. Стоило опубликовать проект, чтобы эта группа критиков вновь появилась на сцене с ее унылым скепсисом, с ее сомнениями насчет осуществимости некоторых положений конституции. Четвертая группа критиков, атакуя проект новой конституции, характеризует его как сдвиг вправо, как отказ от диктатуры политориата, как ликвидацию большевистского режима. Большевики качнулись вправо, говорят они на разных голосах. Особенно усердствуют в этом отношении некоторые польские и отчасти американские газеты. Ну что характерно, и сейчас против России упорствуют польские и американские. Как ни странно. Что можно сказать об этих с позволения сказать критиках. Если расширение базы диктатуры рабочего класса и превращение диктатуры в более гибкую, стало быть, более мощную систему государственного руководства общества трактуется ими не как усиление диктатуры рабочего класса, а как ее ослабление или даже как отказ от нее, то позволительно спросить, а знают ли вообще эти господа, что такое диктатура рабочего класса. если законодательное закрепление победы социализма, законодательное закрепление успехов индустриализации, коллективизации и демократизации называется у них сдвигом вправо, то позволительно спросить, а знают ли вообще эти господа, чем отличается левое от правого. и наконец еще одна группа критиков. Если предыдущая группа обвиняет проект Конституции в отказе от диктатуры рабочего класса, то эта группа обвиняет его наоборот в том, что он ничего не меняет в существующем положении в СССР, что он устанавливает нетронутые диктатуры рабочего класса, не допускает свободу политических партий и сохраняет в силе нынешнее руководящее положение партии коммунистов. При этом эта группа критиков считает, что отсутствие свободы партии в СССР является признаком нарушения основ демократизма. Я должен признать, что проект новой Конституции действительно оставляет в силе режим диктатуры рабочего класса, равно как сохраняет без изменения нынешнее руководящее положение коммунистической партии. Если уважаемые критики считают это недостатком проекта Конституции, то можно только пожалеть об этом. Мы же большевики считаем это достоинством проекта Конституции. Что касается свободы различных политических партий, то мы держимся здесь несколько иных взглядов. Партия есть часть класса, его передовая часть. Несколько партий, а значит и свобода партий может существовать лишь в таком обществе, где имеются антагонистические классы, интересы которых враждебны и непримиримы, где имеются, скажем, капиталисты и рабочие, помещики и крестьяне, кулаки и беднота и тому подобное. Но в СССР нет уже больше таких классов, как капиталисты, помещики, кулаки. В СССР имеются только два класса, рабочие и крестьяне, интересы которых не только не враждебны, а наоборот дружественны. Стало быть, в СССР нет почвы для существования нескольких партий, а значит и для свободы этих партий. В СССР имеется почва только для одной партии, коммунистической. В СССР может существовать лишь одна партия, партия коммунистов, смело и до конца защищающая интересы рабочих и крестьян. А что она неплохо защищает интересы этих классов, в этом едва ли может быть какое-либо сомнение. Говорят о демократии, но что такое демократия? Демократия в капиталистических странах, где имеются антагонистические классы. Есть в последнем счете демократия для сильных, демократия для имущего меньшинства. Демократия в СССР наоборот. Есть демократия для трудящихся, то есть демократия для всех. Но из этого следует, что основы демократизма нарушаются не проектом новой конституции СССР, а буржуазными конституциями. Вот почему я думаю, что конституции СССР является единственной в мире до конца демократической конституцией. Вот на этом Иосиф СССР заканчивает раздел критики буржуазных и буржуазных, как он ее назвал, сейчас вернусь, буржуазной критики проекта конституции. И на этом я хочу и закончить свой рассказ об докладе Иосифа 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 Буржуазная конституция на основе советской очень сильно себе переписали формально, формально, там есть и те же права, равенство женщинам. Об этом Сталин говорит, что у них формальные права существуют, а фактически их эти права нет. В 1936 году в Конституции многие вещи про, допустим, про избирательное право женщин, про ущемление прав негров в Штатах, они там были еще до, в 61-м году у них последнее ограничение негров снимали. Не 1800, а 1600. Потом они отказались от ущемления прав женщин, но к тому времени это еще свистовало буржуазных Конституций к 36-му году, во-первых. Ну да, вот на его слове они потихоньку от чего-то отказались, но от того, чтобы установить демократию в пользу в интересах трудящихся, до этого они еще не дошли и вряд ли дойдут. Не, они сейчас еще пытаются сниматься в Штатах популизмом, Популизм, да. Пытаются ввести квоты на чернокожих, которые должны быть обязательно там, что же ищут обязательно в руководящие места. Вот так? Да, то есть квоты на... Сейчас еще на сексуальные межринства у них квоты появились. У нас не белые поправят, а то самое. Я думаю, что формально действительно это места в конституциях своих они это делали поправили, но юридически так остается. Да, то есть по умолчанию, как говорит Иосиф, что происходит, остается деление на эксплуататоров и эксплуатируем. Тут надо понимать, они квоты это дают, но они тем самым, самый главный квоты закрывают, это отходят от классового принципа. То есть, какая разница, будет тебя чернокожие эксплуатировать и какой-нибудь там трансгендерный мужчина, женщина, мужчина непонятно. Суть от этого не меняется. В этом плане можно другой пример взять, британская империя, у них там колонии почти все развалились, отделились, но некоторые остались, там много странных жителей, которые хоть формально являются жителями митрополия, британский паспорт, у них все дела, но так как они на островах на своих там сидят, они нищие, то по сути никаких возможностей их нет. С другой стороны там всякие пакистанцы, он вроде пакистанец, но он имеет британское гражданство, он миллиардер, поэтому он может быть мэром Лондона. Но я сейчас кромирую широко у них индус. Ну вот индус, ну вот это плюс нинус за нор. Да, но опять же он хоть и внешняя национальность у него другая, но извините, это как раз правящий класс буржуазный, да, и у него прав и возможностей гораздо больше, чем у какого-нибудь англичанина с Луклендских островов, который там баранов пасет, собственно, и на этом все. Все права заканчиваются. я могу сказать только по поводу твоего высказывания, что оно только подтверждает особенности социалистической конституции, на которой остановился Сталин, только подтверждает и подтверждает отличие от буржуазной конституции. Согласен с этим? Да, все отлично. Единственное, можно делать одну поправочку, немножко Юсик ошибался в том, что средства всех классов были ликвидированы. Нет, к 1936 году практически ни кулаков, ни помещиков, ни... Они все еще оставались. А вот мой момент, когда бы я хотел остановиться. Подожди, а давай разберемся, как они оставались. Они в душе оставались, но они экономически уже не существовали. Но они в душе как бы... Не, бодрите уходы. Ну, тогда противоречите бодрине фразе, как раз и последнему доводу устали, на что извините, конституция, классов нет, диктатура пролетариата должна оставаться, это не отдельно. Конечно, конечно. И опять же, как мы наблюдаем, в 61 году куда отменили диктатуру. Ну и что тогда? Да, и сразу потихоньку начали с класса опять буржуаза. Так что ты хочешь этим сказать? Так Владимир... Ой, тьфу, Василий Сырёнович так как раз и говоришь, что несмотря на то, что классы исчезли, диктатура должна была Классы не исчезли, классы остались, классы, но они уже стали в СССР уже не антагонистические, а дружественные классы. Это во-первых. А с другой стороны, почему нельзя было отказываться от диктатуры? Ты же помнишь, что говорит марксизм? Что пока существует государство капиталистическое, пока окружение капиталистическое существует, ни в коем случае нельзя отказываться от диктатуры. Это весь марксизм об этом говорил. Это говорил Марш, об этом говорил Ленин и Сталин. Но, как ты говоришь, в 56-м году, когда оппортунисты пришли к руководству КПСС, они от этого отказались, к сожалению. И что это? И что это? Да, через 40 лет это провело к реставрации капитализма в нашей стране. Отказ от диктатуры пролетариата. И тут другого вывода делать никак нельзя. Тут еще очень интересно, наверное, заметить, что это буржуазные критики критиковали советскую конституцию за сохранение диктатуры пролетариата. И потом уже... После принятия новой конституции получается как раз те же самые позиции, когда диктатуру пролетариата, вычеркивали, но уже со своей же товарищей, бывшей из КПСС. К сожалению, так. Оппортунизм победил. То есть тем, что до Второй мировой занимались буржуазные деятели, после Второй мировой стали заниматься так называемые социалисты, коммунисты. Да. Которые этого момента не понимали. Да. Собственно, вот за время войны... Их трудно назвать коммунистами. Аппортунистами их можно назвать. Можно назвать продгалейчиками. Тоже можно так называть. Ну вот. Вопрос. Что же за время войны-то случилось? Ну, как говорил Владимир Владимирович, марксист лишь тот, кто признает, он диктатуру пролетариата. А ее как раз и вычеркнули. А ее как раз и вычеркнули. Поэтому, какие они марксисты, какие они коммунисты уже были? В этом плане, что кто-то на дне про диктатуру пролетариата тоже признает. А, это вы же спрашивали. Да, про союз марксистов. Да, да. Ну и что выяснили? Ну, там вот сразу вопрос к товарищам союза марксистов. Задал ли вы такой вопрос? Нет. А задай? А задай? Как они к этому относятся? Как они к этому относятся? На в тщательно не калится. Я говорю, что есть на в тщательно? Ну, я надеюсь, они сегодня... Это как раз тот осень. Это селок, на котором надо проверять. Правильно. А именно на этом Ленин и говорил об этом. Вот, когда он вот эту фразу говорил, что марксист лишь тот. Посмотрим, они сегодняшние стратегии. И на этом селоке ведь надо проверять. Он добавил, да. Да.